делаем пятипрятную косу берем треугольник делим на 3 пряди вот у вас две пряди в одном направлении начинаем прибавлять четвертую прядь с этой стороны где две пряди берем подхват вниз первый наверх второй все теперь есть две пряди также с этой стороны подхват также вниз 1 наверх 2 вот у вас получилось 5 прядей то есть три здесь 2 здесь начинаем где ты первая прядь вниз наверх 5 убрали положили подхват подхват положили 5 сразу вернулись чтобы она потом не потерялся то есть теперь здесь 3 также 1 пошла вниз наверх прядь убрали к ней положили подхват то есть к этой пряди которая пошла вниз подхват положили пряди вернули обратно теперь здесь 3 опять первая вниз наверх вот этой прядь убрали к ней положили подхват теперь здесь 3 вниз наверх прядь убрали положили подхват вот вот сейчас раздернули прядь вернули вниз наверх выложили подхват прядь вернули ну дальше не будет там уже все в геле понятно, да? 3 вниз, наверх прядь убрали, к ней подхват потом вот эти боковые прядь достаются чтобы она была такой толстенькой вот такая вот толстая косичка косичка будет вниз, наверх то есть без подхват подхваты закончились просто вниз, наверх с этой стороны там где 3, запоминайте вниз, наверх здесь 3, вниз, наверх здесь теперь 3, вниз всегда вниз, наверх вниз, наверх вниз, наверх вниз, наверх как начать? запомните, я бы с бантиком не могла начать долго вниз, наверх вниз, наверх вниз, наверх с 3 прядей начинаем 4, 5 это будет подхват 4, 5 это будет подхват ibe